Здравствуйте! В эфире общественно-политическая программа «Городской диалог» в студии Ольга Ерохина. Сегодня у нас в гостях председатель Норильского городского совета депутатов Александр Пестряков. Здравствуйте, Александр Александрович! Здравствуйте! Рады приветствовать вас в нашей студии. Вы уже пятый год являетесь председателем городского совета депутатов. Вопрос о динамике развития города, пожалуй, стал неактуален после того, как был подписан комплексный план его развития. Ведь после этого события встали совсем на другие рельсы и невозможное стало возможным. Планы определены и средства будут. Скажите, есть ли уверенность в своих силах и силах команды, которой предстоит руководить перезагрузкой города? Уверенность есть. Я хочу сказать, что программа социально-экономического развития города Норильска сформирована, хотя и в этом году решения приняты, работа началась. Но предварительно все пять лет и администрация города Норильска, и депутаты, собственно, и прорабатывали те мероприятия, которые сегодня заложены на ближайшие 15 лет. Мы уверены, что реализация будет. Город получит такое слово «перезагрузку». Мы это называем «обновление Норильска». Поэтому и в руководителях города, и ответственных лицах, кто отвечает сегодня за реализацию программы, я уверен. Если говорить о коллегах из края, обновился состав ЗАГС-собрания. Удалось ли наладить конструктивный диалог с краевыми парламентариями? И удается ли продвигать там инициативы норильских депутатов? Здесь, касаясь выборов, проводя встречи с избирателями на выборах Государственной Думы, на выборах Законодательного Собрания, безусловно, я призываю Норильска быть активными, голосовать за наших кандидатов. Победа, предстоящая или состоявшаяся на этих выборах, сегодня уже состоявшаяся, предопределяет нам дальнейшую работу и взаимодействие. Норильска себя показал очень активно. Избиратели проголосовали. Мы избрали всех кандидатов, депутатов которых, собственно, я представлял, и партию, которую я представляю. Поэтому тот залог успеха и то количество голосов, которые наречения отдали депутатам, дает нам возможность взаимодействовать. И внимание депутатов при работе к нашей территории, и хоть федерального, хоть регионального уровня, достаточно высоко конструктивный диалог есть. У нас несколько инициатив уже сегодня, хотя выборы состояли совсем недавно, но мы прорабатываем в части, касаемо закона о тишине, допустим, изменения, чтобы не было задержек при строительстве новых объектов, зданий, сооружений. Инициативы сегодня обсуждаются с бездомными бродячими собаками, и ряд других инициатив мы уже прорабатываем. Я думаю, в этом году результат будет. Мы еще, хотя и заканчиваем работу городского совета, пятого созыва, я думаю, тем составом депутатов, которые сегодня представляет город Норильск, еще будут реализованы законодательные инициативы в части федерального и законодательного уровня. Те инициативы, о которых вы сейчас говорили, касающиеся тишины и животных, это инициативы местные? Закон о тишине — это наша инициатива, она касается социально-экономического развития города. Мы знаем, что у нас очень короткий промежуток для осуществления застройки. Это летний период, он ограничен и навигацией, поставкой оборудования и материалов, он ограничен и температурными режимами. Поэтому мы сегодня прорабатываем решение, когда при комплексной застройке или при комплексном проведении капитального ремонта части города ими непосредственно в тех местах, где будет осуществляться строительство, чтобы подрядчики и строители могли производить работу круглосуточно. Я не думаю, что это сильно принесет дискомфорт жителям, но, как всегда привожу пример, даже производя дом и ремонт, надо понести некий потерпеть и дождаться, когда этот ремонт произойдется, и потом будет хорошо. Также в большой истории при реновации, при строительстве города, изменении города, такие же неудобства будут, но, я думаю, они оправданы. Говоря о бюджете 2022 года, расходная часть бюджета составила чуть более 28 млрд 165 млн рублей, и большую часть этой суммы, свыше 14 млрд, планируется направить на развитие социальной сферы и соцподдержку жителей. И один из приоритетов решения кадровой проблемы, особенно в сфере медицины, в этом направлении уже принято несколько важных решений, в том числе увеличены подъемные для специалистов, которые приезжают из других регионов. Скажите, эти меры приносят результат? Я думаю, каждая конкретная мера, дополнительная мера социальной поддержки, которую сегодня мы принимаем вместе с администрацией, она эффективна. Но, говоря о здравоохранении, мы понимаем, что комплекс тех, можно сказать, проблем, накопившихся за много лет, он достаточно серьезный. Поэтому в этой части взаимодействия, я напомню, что здравоохранение находится в ведомстве региональных властей, но, безусловно, муниципалитет не остается в стороне, мы такую работу проводим. Мы действительно на прошедшей сессии уже приняли первые дополнительные меры, это касается и соединения подъемных, так называемых подъемных при трудоустройстве врачей, краевой программы и муниципальной программы. Сегодня до 3,8 миллиона может специалист получать подъемных, это существенная мера. Мы прорабатываем сегодня также возможности конкретного повышения зарплаты, не только подъемных. Мы прорабатываем возможности приватизации жилья в Норильске, а сегодня эта мера становится актуальной в связи с повышением стоимости квартир. Поэтому каждая мера в той или иной степени, конечно, влияет. И мы надеемся, что в короткий промежуток времени все-таки в этой отрасли у нас произойдет улучшение и стабилизация, потому что здравоохранение как социальная сфера, безусловно, является важной для жителей, для норильщан, но и для властей, безусловно, тоже. В ноябре городские власти, делегация городских властей во главе с Дмитрием Карасевым побывала в Красноярском государственном медуниверситете, где пригласили ребят, которые учатся, возвращаться в Норильск. И, насколько я знаю, уже есть обратная связь. Ребята уже приезжают сюда на практику и говорят о том, что планируют вернуться работать сюда. То есть у этой работы есть результат, хотя он растянут во времени, потому что ребята еще заканчивают учебу. Да, действительно, количество квот по приглашению было увеличено. Но я здесь хочу сказать, что есть общее настроение. Я напомню то, что в Норильске достаточно долго не планировалось каких-либо глобальных изменений. Можно такое слово употребить, некая депрессивность, состояние. Оно не только связано с городом, но еще и с территорией проживания, полярной ночи. И достаточно много молодежи с Норильска уезжает и ищет себя или находит себя в других городах. Сегодня тот посыл, который и глава города дает и жителям, и Красноярскому краю, да и всей стране. Напомню, что у нас программа социально-экономического развития контролируется Советом Федерации. Говорит о перспективах развития города, но в том числе, ведь город это не только здание и стены, город это люди. Поэтому люди, как и выпускники, в том числе и норильчане, которые ехали учиться, они видят, что город развивается и стремятся сюда приехать. Я надеюсь, эта тенденция сохранится. И мы, даже прорабатывая с Агентством развития Норильска, вот такие процессы, планируем комплексно приглашать не только по здравоохранению, а, собственно, работать с нашими норильчанами, которые уезжают, получают образование, становятся специалистами в разных отраслях, чтобы ребята возвращались здесь, работали, комфортно жили и развивали город. На первой сессии этого сезона были приняты дополнительные меры социальной поддержки норильчан. Речь идет об оплате дороги онкобольным и сопровождающим их лицам к месту прохождения лучевой терапии в Красноярске. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой работе и об условиях этой выплаты. Здесь в процессе закрытия радиологического центра возникает много дискуссий, необходим ли такой центр в Норильске, почему болеющие норильчане должны получать такую услугу в другом городе. Я, проводя встречи с собирателями, всегда рассказываю такую позицию, что врачи и профессионалы повышают квалификацию, становятся профессионалами при большом количестве больных, как бы это прискорбно ни звучало. Привожу всегда пример не на радиологии и не на онкобольных, а на других вещах. К примеру, аллерголог. Аллерголог становится профессионалом, если у него количество пациентов, к примеру, тысячу человек. Если у нас по той или иной болезни достаточно немного больных, то даже приглашая в Норильск специалистов, он начинает терять квалификацию. Поэтому с точки зрения опыта, профессионализма, содержания оборудования, потому что радиология это достаточно трудно в эксплуатации оборудования, безусловно, такие центры по всей стране создаются на региональном уровне и эффективность работы этих центров там выше. У нас, мы говорим, примерно 80 таких вот жителей болеющих, поэтому, по моему мнению, было бы эффективнее получать такую помощь в районных центрах. Это по всем регионам так, в том числе и Красноярский край. Но наша специфика и удаленность Норильска от Красноярска не позволяет больным перемещаться, собственно, или, точнее, необходимости затраты. Поэтому, рассмотрев эту ситуацию, совместно с администрацией, приняли решение компенсировать полеты, собственно. И сейчас мы проговариваем, чтобы и какое-то время проживания, возможно, будем субсидировать и компенсировать. Это поможет больному дойти до точки оказания высокопрофессиональной помощи. Я уже про Норильск скажу, да, то, что создание и содержание таких центров в Норильске не всегда эффективно. Нужно находить специализированных работников здравоохранения, которые этот центр будут обслуживать. Но, по понятным причинам, они сосредоточены в столицах. Насколько я понимаю, принятие этого решения — это совместная работа и норильских парламентариев, и краевых, и краевого Минздрава. Да, действительно, у нас очень сейчас создана рабочая группа. Мы взаимодействуем с Министерством Красноярского края по здравоохранению, с администрацией. Безусловно, часть тех решений или часть социальных программ, которые прорабатываются, принимают решения, разрабатывают решения администрации. Депутаты самостоятельно. У нас есть представители в депутатском корпусе здравоохранения. У нас есть и другие депутаты, имеющие опыт работы с управленческими решениями. Поэтому порядка восьми депутатов участвуют в рабочей группе, которые оперативно подготавливают решения, подготавливают предложения. Администрация со своей стороны. У нас появляется общий документ. И Министерство здравоохранения, собственно, изучая, включается в эту работу тоже. Эта работа проводится на протяжении уже больше года. Мы, безусловно, невозможно, наверное, сразу увидеть перемены, но перспектива всех изменений, я думаю, будет очевидна. Я хочу еще напомнить, что вся эта работа, и то, что сегодня происходит в здравоохранении, и то, что наречане переживают трудности. Хочу напомнить, что здравоохранение с 2020 года находится в режиме очень острой борьбы с коронавирусной инфекцией. Это серьезнейший всплеск заболеваний, всплеск больных в городе. И, конечно, система напряжена и испытывает испытания такие. Это касается не только Норильска по всей стране. Это и скорая помощь, это и поликлиники, и количество. Мы понимаем, что в десятки раз больных сегодня больше, чем за предыдущие годы существования всей системы. Поэтому я в первую очередь и норильчан призываю к тому, чтобы не выплескивать ту агрессию на врачей, которые сегодня, мы говорим, практически на линии фронта работают. Поэтому призываю поддерживать, и по возможности, конечно, снижать свое недовольство. Хотя и недовольство людей понятно. На той же сессии определили дату публичных слушаний по вопросу внесения изменения в устав города в части избирательной системы на муниципальных выборах. В чем заключается суть предлагаемых изменений? Да, так сложилась практика. Я думаю, что когда заканчивает работу депутатский корпус, подводятся итоги. Подводятся итоги, как проводились предыдущие выборы, как работали эффективно депутаты. И, безусловно, работа депутата зависит от той системы избрания и от того порядка голосования, как оно проходит, и ответственность депутатов. Поэтому мы, изучив опыт работы третьего созыва, четвертого созыва, пятого созыва, приняли решение. А у нас сегодня мажоритарно-пропорциональная система, это такое сложное слово, есть простое слово, смешанная система избирательная. Когда люди, получая два бюллетеня, голосуют за партию, голосуют за фамилию, мы так говорим, прямую депутата. На сегодняшний момент пятый созыв заканчивает свою работу. Это у нас 23 мандата сформировано по политическим партиям, спискам. Соответственно, 12 мандатов у нас сформировано при прямом голосовании. Еще сразу после выборов в 2017 году ряд депутатов и избирателей обратилось к тому, чтобы все-таки норильчане при избрании могли голосовать непосредственно за конкретного человека, за конкретную фамилию. Но поскольку совет уже был сформирован, мы с депутатами посовещались, и я предложил обсуждать этот вопрос по окончании срока действия. Сегодня наступает последние практически полгода работы действующего созыва. Мы сразу после Нового года приступили к изучению этой ситуации. У нас принято уже сегодня решение, и каждый депутат был услышан. Сегодня мы предлагаем, извините, устав в части того, чтобы 21 депутат избирался прямым голосованием. То есть сегодня жители, голосуя, увидят на своем избирательном округе три фамилии, за которых нужно будет определиться. Но и тем не менее мы оставляем право, точнее даже не право, а политическую возможность партиям тоже избираться по спискам. Таких будет мандатов 14. Я напомню то, что выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание прошли. У нас появились партии федерального значения, новые партии, то есть я их называю малые, поскольку они малым количеством представлены в городском совете, но тем не менее пять партий дополнительных еще у нас на федеральном уровне работает. Я считаю то, что каждая партия через поддержку избирателей должна получить право такую работу осуществлять политическую, но и ответственность. Поэтому посмотрим, как состоятся выборы и какой будет следующий городской совет. Норильчанам будет, считаю, интереснее и правильнее взаимодействовать с новым корпусом. Правильно ли я понимаю, что те изменения в уставах, о которых вы сейчас говорили, они возможны только с согласия жителей? Безусловно, для этого их проходят публичные слушания. Мы сегодня определили собственную дату и обсуждение, но могу предположить, потому что мы работу проводили не в кабинетном режиме, то есть мы провели консультации со всеми депутатами, то есть у меня и такие пожелания были на встречах с избирателями, которые проводили предстоящую избирательную кампанию, поэтому я уверен, что мы этот путь пройдем. Здесь, собственно, вся логика понятна. Не думаю, что будет какое-то обсуждение или отказ жителей, поэтому идем сегодня по процедуре изменения регистрации и в июне месяце мы объявим выборы, я думаю, уже в новой системе избирательной. Активно сейчас идет другое голосование, голосование за присвоение городу Норильску званием Российской Федерации город трудовой доблести. Только в первый день проголосовали свыше 7,5 тысяч человек и вы один из первых, кто отдал голос за эту инициативу. Расскажите, почему это важно? Знаете, история города трудовой доблести начинается в 2020 году, еще в преддверии принятия закона. Закон вступил в силу о присвоении городам таких званий 1 марта 2020 года. Мы уже, зная и работая с федеральными нашими депутатами, в январе на площадке общественной палаты обсудили такую возможность и посчитали то, что Норильск достоин такого звания. К сожалению, 2020 год начался весной с пандемией. У нас на тот период не получилось собрать необходимый комплект документов. А я расскажу, что присвоение городу такого звания — это не только сбор подписей и поддержка, это работа с архивами, это работа с градообразующими предприятиями, которые должны иметь обязательные условия. Это и герои труда работающие, и награды, населенный пункт должен иметь необходимые. Это и ходатайство региональных властей, законодательных собраний, и правительских регионов. Это работа специальной комиссии, созданной при президенте Российской Федерации, и заключение Российской Академии наук. На сегодняшнем этапе все необходимые документы и формальности собраны. Остался один этап — это определить, насколько жители поддерживают такое решение. Такая практика существовала и существует по другим городам. Логика здесь федеральной комиссии проста. Если жители, к примеру, окажутся неактивными в этой части и не выскажут свое мнение в поддержку такого награждения, то, соответственно, наверное, и награду не нужно, потому что городов, желающих получить такое звание, достаточно много. Поэтому необходимый этап, где жители проявляют свое отношение к городу и к этой награде, он необходимый на рельс. Мы сегодня стартовали эту акцию, она будет длиться до 1 марта, до апреля месяца. Сейчас идет электронное голосование, частичное, письменное. Я на недавно прошедшей сессии рассказал, что жители, которые проголосовали на сайте, не игнорировали голосование бумажное, потому что бумага важна, и не только электронная. Я рассказывал, что такое большое количество, многотысячное электронное голосование, конечно, это тот объем, в том числе и норильчан, находящийся в других городах. У нас широкая география проживания, у нас норильчан бывших не бывает. Мы, поживя в Норильске, разъезжаемся, конечно, потом по другим городам. И норильчан-то на самом деле много больше, чем сегодня здесь проживает. Поэтому мы, проводя электронное голосование, призываем и норильчан, живущих в других городах, присоединиться к акции, все-таки такую награду получить. Возникает всегда дискуссия, что же дает награда. Я сегодня, работая в городском суде депутата, возглавляю комиссию по наградной политике. И привожу всегда пример на обычном жителе, человеке, который хочет получить благодарственное письмо, хочет получить почетную грамоту, хочет получить медаль. И не возникает вопроса, для чего человек хочет. Это признание. Это признание его заслуг в общественной деятельности, в профессиональной деятельности. Так и здесь. Если провести параллель и сравнить наш норильц с живым человеком, то, конечно, хотелось бы, чтобы такая награда была нашему городу дана. Не исключая, конечно, и тех моментов или, как я говорю, тезисов самой Великой Отечественной войны. То, что город смог строиться и комбинат развиваться в такие тяжелейшие условия. Мы сегодня-то проживаем, и жители часто жалуются на наши арктические условия, на крайний север, на погоду, на короткое лето, на длинную зиму. Но в тот период, безусловно, строительство комбината и ввод в эксплуатацию, выпуск металла — это, безусловно, подвиг трудовой. И, я считаю, безусловно, соизмеримый с боевым подвигом. Поэтому надеемся, что эта акция будет широко поддержана орильчанами. Мы призываем, собственно, не использовать эту акцию в качестве политической какой-то. Здесь нет политики, здесь нет конкуренции. Это доброе, хорошее мероприятие, которое... Я сегодня не встречал ни одного норильчанина, который бы оспорил возможность получения для города такой награды. То есть принять участие в голосовании может каждый, даже бывший норильчанин, у которого сейчас нет прописки норильской, он может на сайте. Да, это демонстрация комиссии при президенте уровня поддержки награждения и присвоения такого звания городу жителями не только Норильска, но и всей страны. Сколько голосов нужно собрать, чтобы получить это звание? Мы не ставим себе задачу определить какое-то необходимое количество, но считаю, что чем больше, тем лучше. То есть если мы говорим, что электронно голосуют уже тысячи, то письменно мы... У нас был опыт таких сборов подписей различного уровня. Это, допустим, программа городской среды. Я думаю, мы несколько десятков тысяч у нас будет. Но это мои, собственно, позитивные такие предсказания, опять же, исходя из общения с людьми. Мы два года на эту тему на разных площадках обсуждаем. Норильщане очень хотят. Ко мне обращаются. Вот избирательная кампания шла, большой у меня был объем встреч, и спрашивают, когда же городу такую награду дадут. Мы подошли к этому периоду. Уже сегодня по стране 44 города такие тремя этапами распоряжения президента решения приняты. Я думаю, если Норильск будет в 45-й, такая хорошая цифра. Это институт 45-й, окончание войны и победа Норильск. Александр Александрович, вы активны в социальных сетях, открыто высказываете свое мнение, рассказываете о своей работе. Недавно вы высказали свое мнение о проблеме мусора. Так, в нашем городе в прошлом году была проведена беспрецедентная работа по уборке мусора. И эта большая уборка несанкционированных свалок будет продолжена и в этом году. Но вы предложили на этом не останавливаться. По вашему мнению, для тех, кто мусорит, должны быть предусмотрены более жесткие меры ответственности. Каким, по вашему мнению, должно быть наказание и можно ли его законно зафиксировать на муниципальном уровне? Здесь целый комплекс работы проводится. Да, действительно, я выступаю сторонником. У нас часто очень поступают жалобы на несанкционированные свалки, на наличие различных ТКО или других каких-то объектов во дворах. Но мусорят и в том числе и жители, и юридические лица. Мы сегодня проходим большую реформу по переработке ТКО. Я сейчас об этом тоже отдельно расскажу. Безусловно, чисто не там, где выбирают, чисто там, где не мусорят. Есть такое выражение. Поэтому понуждение — это опыт, хотя не всегда, собственно, мы сегодня говорим, что западный опыт положит, но, тем не менее, опыт на Западе — это высокие штрафные санкции. То есть я привожу пример. Вспомните, допустим, дорожное движение. Был такой период очень длительный среди автомобилистов, когда люди не хотели пристегиваться. И когда началась большая работа изменения законодательной базы в части введения штрафных санкций, штрафы повышались, повышались, на каком-то этапе штраф уже нес существенный характер финансовых потерь для водителя. И посмотрите, как через года изменилась ситуация. Сегодня, я думаю, не возникает практически водителей, которые не хотят пристегиваться. Все ездят пристегнутыми. Это как пример из другой области, когда эффективность повышается за счет штрафных санкций. Соответственно, эти штрафы были введены, водители стали пристегиваться сегодня. Количество пострадавших в авариях существенно снизилось. Статистика показывает положительную динамику. Я предполагаю, что и в части мусора, и в части несанкционированных свалок таково. Потому что те программы, которые формируются, а здесь есть крупные у компании Норильевский Никель, своя программа у муниципалитета. Мы сегодня сформировали муниципальную программу по экологии, по устранению несанкционированных свалок. Но убирая несанкционированные свалки, если они будут дальше появляться, процесс будет бесконечный. А все-таки хочется жить в чистом городе. Такую работу мы проводим. Пока говорить о конкретных результатах рано. Мы после формирования законодательного собрания и Государственного думы будем эту работу проводить и дальше. Также, если говорить о ТКО, затрону реформу. Сегодня мы на протяжении последних нескольких лет находимся в стадии изменения системы работы с бытовыми и крупногабаритными отходами во дворах. Мы достаточно много получаем жалоб, потому что сбои происходят всегда. Когда изменяются подходы, к сожалению, человеческий фактор играет свою роль, бывают сбои. Поэтому где-то ТКО накапливается, где-то не такие контейнеры. Но сегодня, в этом году, по результатам работы прошлого года, жители могут видеть первые результаты. Это сформированные муниципальные во дворах площадки для формирования твердокоммунальных отходов с графиком движения регионального оператора. Я напомню, что до появления регионального оператора ТКО занимались управляющие компании. То есть исполнителей было много. Эта услуга находилась в перечне других услуг и контролировалась, по моему мнению, недостаточно эффективно. Потому что каждая управляющая компания имела свой подход к утилизации и вывозу ТКО. Сегодня государственная задача и государственный закон централизует всю эту работу. Здесь очень большой цикл предстоит. Это оборудование, создание площадок, создание полигонов, перерабатывающих заводов. А мы сегодня и в рамках реновации говорим о создании в Норильске, возможно, четырех перерабатывающих заводов ТКО. Все это, собственно, принесет результат. И я надеюсь, что в будущем результат этой работы будет понятен. Точнее, эффективен. Тоже привожу всегда пример, почему так происходит. Многие вспоминают советские времена и говорят, как в советское время хорошо все убиралось. Но я хочу напомнить, что основные здания, жилые дома в Норильске действительно строились по проектам советских времен. И тот перечень ТКО, который был тогда, он был совсем другой. Привожу пример в коробку от пиццы. И ведь их в советское время не было. И, конечно, объем ТКО был другой. По нашим оценкам, сегодня за 30 лет объем, который, так говорят, производит житель, увеличился в пять раз. А мусорные камеры, контейнера, которые стоят во дворах, собственно, они с тех времен и не менялись. Поэтому вот этот объем нам предстоит переработать, я имею в виду, в том числе и законодательно, и наладить эту работу уже в новом качестве. Здесь тоже уверен будет успех. Александр Александрович, ну что касается собак, любители собак у нас не всегда следят за чистотой в нашем городе. Как можно привлечь собаководов к ответственности? Здесь я тоже занимаю позицию ужесточения, как несанкционированные свалки ТКО, это животные, их владельцы. Хотя мы понимаем, что объем домашних животных и контроль выгула собак, это достаточно серьезная, трудоемкая работа. Сегодня существуют правила наказания, административные штрафы, но тот объем, который мы наблюдаем в Норильске, она не только в Норильске, во всех городах. И культура выгула собак, она, конечно, по моему мнению, никуда не годится. Поэтому я здесь и сторонник увеличения штрафов и контроля. Мы сегодня работаем активно с федеральным законодателем, с частью содержания, хотя это и, кажется, не связанные процессы, но безнадзорных собак. Но в Норильске нет естественной среды проживания для животных. Все наши собаки, которые на улице оказались брошенными или бездомными, это в бывшем домашние питомцы. Поэтому моя позиция как законодателя, что нужно вводить правила контроля за домашними животными. Хозяин, который приобретает, это тоже европейский опыт, должен нести ответственность, как он содержит собаку. И в части тех инициатив, которые по защите животных, и жители, и соседи не должны, конечно же, страдать от того, что у кого-то есть питомец. Нужны четкие и понятные правила, и, я считаю, отступление от этих правил должно быть достаточно серьезным. Там, опять же, штрафными санкциями предусмотрено. Но и контроль чипирования, контроль за, собственно, количеством таких животных тоже, считаю, нужно усиливать. Это большая работа, она сегодня ведется не только в Норильском, да, все регионы. Вы, наверное, знаете, как сегодня в СМИ отражены те и несчастные случаи в других регионах, которые Норильс хорошо в этой части не проявился. Но, тем не менее, у нас здесь тоже эти проблемы присутствуют. Большая работа ведется, здесь, собственно, большие споры с обществами защиты животных. Но я не призываю и не хочу решать вопросы путем уничтожения животных. Вот это я уже к второй части перешел про собаку, уже даже не про качество там их содержания, а уже про качество бездомных собак. Я считаю, что нам нужно государству, в первую очередь, нужно регулировать количество домашних животных и, конечно, нести ответственность. То есть, если человек завел собаку, при желании отказаться от этой собаки, он должен оплачивать ее, например, он должен оплачивать ее содержание. Тогда, наверное, принятие решения о том, что должен появиться питомец или не должен, все-таки будет более взвешено. Сегодня у нас такой процедуры практически нет. Люди там завел, относятся к этому, как к животным, как к игрушкам. Завел, в зиму поигрался, поехал в отпуск, собаку выгнал на улицу. Это неприемлемо. Нужно защищать интересы как и самих животных, так и людей, проживающих там в территориях. Поэтому сегодня порядка 500-500 городов принимает участие в разработке изменений федерального законодательства. В том числе и по несчастным случаям проводится расследование следственного комитета. В общем, эта работа большая. Я думаю, в ближайшее время мы в этой части увидим законодательные изменения. Несколько дней назад депутатский корпус побывал в шоу-руме серного проекта. Расскажите, как вы оцениваете ход реализации этого проекта и оказывает ли депутатский корпус поддержку Норникелю в этой работе? Знаете, да. Содействие депутаты как минимум оказывает в том, что рассказывают людям, что проект реализовывается. Мы осуществляем мероприятия контроля, которые нам поручены от избирателей в качестве депутатского корпуса. Не секрет, что многие жители не верят в реализацию этой программы. Я всегда привожу пример закрытия никелевого завода. Я, будучи еще не депутатом, был в общественной организации, при Роспотребнадзоре, в экологической. И, собственно, присутствовал в самом начале реализации или, точнее, проектирования программы серного проекта. Это целый комплекс для комбината. Когда было принято решение, как говорено, о закрытии никелевого завода. Я не верил в это. И когда эти события состоялись, кто мог предсказать, что Норильский никель проведет такую модернизацию производства, что целый завод, находящийся в близости к зоне проживания жителей, будет закрыт. Немало, точнее, достаточно мало таких было людей. Но есть факт на лицо. Мы сегодня видим, как у нас изменяется экологическая обстановка в центральном районе. Посмотрите, как зеленение изменилось с тех пор. Поэтому и реализация серного проекта на Дежинском металлургическом заводе, на Медном заводе по планам реализовывается. Я недавно был на объекте, смотрел. В ближайшее время уже начнется производственная опытная эксплуатация. И, думаю, в конечном итоге, это 2024-2025 года, тот объем газовой нагрузки, который мы сегодня ощущаем, будет существенно изменен. Нам, говорят, до 90% будет утилизировано выбрасываемого СУ-2 в атмосферу. Город заживет и задышит по-другому. Мы были, нам рассказали. Планы все реализуются. Отступлений или задержек здесь нет. Ожидаем запуска нового проекта. Еще один вопрос касается сферы образования. Ведь в бюджете предусмотрены огромные средства на развитие сферы образования, не только социальной поддержки населения. Мы говорили о необходимом повышении качества медицинских услуг, но ведь образовательные услуги тоже необходимо развивать. Это наше будущее. Скажите, каков объем работы предстоит в городе в этом году касательно развития сферы образования? Просматривая статьи бюджетом, всегда за строчкой социально направленной статьи, люди не всегда видят, что же там находится. Да, действительно, программа муниципального образования, она одна из самых крупных по финансированию. Но что это содержание наших школ и детских садов, то количество учебных заведений, которые в Норильске присутствуют, у нас здесь нет осложнений. У нас школы, собственно, нет, наверное, ни одного жителя Норильска, который не получал бы образование или там про детские сады. То есть у нас сегодня с полутора лет дети норильчане маленькие все устроены в детские сады. То есть трех лет тоже у нас реализуется программа реконструкции детских садов и школ. И в плане реновации хочу рассказать то, что действительно в этом направлении тоже работа ведется. Мы в прошлом году определили площадку и место и включили в план мероприятий строительство и новые образовательные школы. Мы ее называем сегодня на 1100. Общее наименование еще будет принято. Сейчас идет проектирование. Вызвало большую дискуссию средневечья, нужно или нет. Но в Норильске появится современная школа. Конечно, это все тут комплекс мероприятий, которые есть. Мы сегодня острых проблем в образовании не испытываем, как здравоохранение. Но тем не менее, внимание к этой отрасли, ведь это наши дети. Ведь от того, какое качество дети получат, качество образования будет зависеть, как наша страна будет и город развиваться в будущем. Качество образования сегодня в Норильске, хочу пример привести. Это, с одной стороны, негативная картина, что наши выпускники уезжают, поступают в другие города. С другой стороны, это говорит как раз о нашем качестве. То есть мы даем школам достаточно высокий уровень, собственно, выпускников, которые в состоянии поступать в ведущие вузы страны. Вот в этой части, я безусловно считаю, Норильск должен развиваться и поддерживать. И, собственно, нет предела совершенства. Но, я думаю, направление здесь будет и дальше в хорошем виде существовать. Некоторые Норильчане полагают, что корпус гимназии номер 4 стоит признать культурным наследием. Некоторые полагают, что там нужно построить современную школу. Каково ваше мнение на этот счет? Вы знаете, здесь всегда, да, мне такие вопросы тоже задают, здесь всегда возникает путаница к культурным памятникам культурного наследия. Признать можно, действительно. Но нужно тогда осознавать, что это не будет школой. То есть мы хотим там образовательное учреждение или мы хотим там памятник культуры. Собственно, здесь всегда рассказывают, да, можно ли сравнить, да, что лучше зеленое или белое. Думаю, у зеленого цвета есть свои сторонники, у белого цвета есть свои сторонники. Но, тем не менее, объект культуры — это объект культуры, памятник. И, действительно, мы обсуждаем, да, у нас сейчас в планах, конечно, реконструкция этого образовательного комплекса. Мое мнение, я считаю, что все-таки школа исторически там должна быть сохранена. То, что здание может не носить статус архитектурного наследия, да, не говорит о том, что оно не будет выглядеть точно так же. То есть мы сегодня проектируем на этом участке, собственно, новую школу, да, и проектантам ставим задачу, чтобы сохранить ту историческую архитектурную картину, которую наблюдаем, тот ансамбль архитектурный в этом микрорайоне. Вот. Закон здесь, собственно, позволяет, и правила строительства позволяют без признания объекта культурным наследием такие архитектурные ансамбли реализовывать. Поэтому есть ощущение у некоторых жителей, что строительство новой школы — это какой-то некий такой там квадратный там, ну, сухой объект, да, но нет. Я считаю, что там должна быть школа в том же виде, в котором была, и она имеет большую историю на самом деле. Эта школа пришла в негодность, это тоже не просто так, просто она у нас одна из первых тоже существующих. Пусть дети там учатся и продолжают получать образование. Там рядом стадион, там рядом достаточно парк, там, поэтому мы можем, наверное, памятники построить и в других местах. То есть памятник — это хорошо, но современная школа все-таки пригодится? Это мое мнение. Здесь, я говорю, здесь сторонников же разных много. То есть кто-то хочет, чтобы это был памятник архитектурного наследия. Но, по моему мнению, таких жителей меньше, чем те, кто хотел бы там сохранить образование. У нас все-таки, когда аварийная школа стала, там порядка 650 учеников получали образование, и не только проживающие в этом микрорайоне, а со всего города ездили. Коллектив достаточно хороший был сформирован. Поэтому всю эту историю возможно повторить и прийти к историческому наследию этого района. Александр Александрович, я благодарю вас за интересную беседу и желаю вам удачи. Хорошо, спасибо. Это была общественно-политическая программа «Городской диалог». Всего доброго, оставайтесь на РИСК-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова